Мы говно! Они нет! Мы говно! Они нет! Мы говно! Они нет! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Здравствуйте! В эфире злой обзор очередной игровой недели виртуально-анального клуба Волкерс в самой пахнущей продуктами жизнедеятельности Человека Лиги мира. Дальше будет много жести, поэтому уберите всех лаки-лузеров-228 от экранов. Это была шутка про пи***. Сегодня в выпуске. Пупочный пух. Бонты-инстасамки. Старая вьетнамская проститутка. А какой дешевкой вы бы себя считали, если бы вас пытались купить и оценили труд в тысячу рублей? Олдсен Эвсе, а вместе с ним и хулиганы пытались купить злой обзор. Ну знаете, хотелось бы напомнить, что рыночные отношения возникли 3,5 тысячи лет до нашей эры. И никто с тех пор никогда не пытался купить говно. Давайте хотя бы это не менять. Что общего между Каныгиным и Геной Букиным? Нет. Дело не в их умственных способностях. На самом деле это один и тот же человек. Иначе как еще можно объяснить мастерство переобувания? Правило о запрете матов и оскорблений в ПСН игроков работает не для всех. Лучшим вратарем ПФЛ на данный момент является игрок под ником... Ну, я не хочу говорить слух, я не матерюсь. Я ж не долбанец ебаный. Неоднократные чемпионы и лидеры нынешнего чемпионата Премьер Лиги АКФ Краснодар оказались не королями, а просто мухой, которая водрузилась на кучи говна. Все российские клубы завершили участие в Еврокубках, организованных АКФ. Тем самым показали на Шуры. Вот вам и вопрос. Круто ли быть чемпионом в своем болоте? Что, все крутые, только крутые на словах? Не пора ли заявляться в чемпионаты посильнее? Не это я имел в виду. Об этих и других новостях, поднявшегося с колен, но все еще держащим рот открытым Волкерс, расскажу поподробнее. В первой игре после перерыва Волкерс встречался с Путин Зе Бест. В этом матче наша команда не стала приземляться в Томске. Да и чай не пила. Да и врачей не требовала. Да и... В общем, это отсылка к тому, чье имя нельзя называть. И неожиданно победила. 3-1. Волкерс принципиально обыграл парней с невероятно смешным названием. Господи помилуй, но в этом матче Миша стал лучшим игроком матча. Он прям выделялся в борьбе против Путина. А теперь боится ходить по мостам. Это отсылка к немцу, если что. Да в жопу отсылки! Волкерс дно и... Миша днище и... Изучим удозвон. Давай, 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 давай! Второй матч игровой недели для Волкерс изменивался встречей с ЦСК. Правда, лично я очень переживаю за данный коллектив. И совсем не хотелось вставлять палки в набравшую ход конну колесницу. 1-0. Волкерс в очередной раз доказали, что они бессердечные твари. И после матча решили замолить грехи в церкви. По старым поверьям, в церкви дымится место, которым человек грешил. У сквернослова это рот, у анониста руки и так далее. В общем, в церковь не пустили трамвая. Потому что не гоже с дымящей жопой церковь посещать. Да и поп его узнал. Давай, 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 давай! В заключительном матче недели Волкерс в рамках ЛФЛ встречался ВФЦ Банс. И наконец-то показал свой уровень. Летучие мыши заставили понюхать их помет, чем сильно разозлили Асхата. Он в одиночку сожрал эту летучую мышь. Похоже, нас ждет новая волна коронавируса. 4-2. Мы почти обосрались в матче с командой, занимающей последнее место в турнирной таблице. Мы правда старались, чтобы это предложение было без слова почти. Лучший игрок матча Шум 27 набрал оценку соответствующую рекорду Самира по одновременному количеству писюнов у него во рту. Давай, 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 давай! Ну и напоследок, помните, мы говно, а они нет. Несмотря на победную серию, а на неделе еще была победа в кубковой игре, мы-то с вами знаем, что это днище еще покажет свой класс. И вам снова станет стыдно. Да что там говорить, у нас даже Рома в поле играет. Он считает, что наши жопы евреи. И скоро он устроит то, что немцы делали с ними всегда. И не важно, с кем и когда мы будем играть. Внутро у нас такое. Мы были, есть и будем днищем. Все изменится, если это видео наберет 200 лайков на ютубе и к нам вернется Занос Бобос и Джеффи. Ну давайте, напряжемся. На этом на сегодня все. И завершить выпуск хотелось бы словами Чикатило на электрическом стуле. Все, вырубай. Блять. Чикатило на электрическом местах Продолжение следует... Встретают. Поехали. Продолжение следует...